Ровно год назад, 23 июня 23 года, Евгений Пригожин во главе своей личной армии устроил военный мятеж, захватил Ростов-на-Дону и повел войска на Москву. Наверное, это был первый мятеж в истории, за которым весь мир следил онлайн чуть ли не в режиме реального времени. Ёб твою дивизию! Это что такое? Это что такое? Это что, блядь, такое? Кто это? И при этом причины начала мятежа, и в особенности его бесславного финала, так и остались загадкой. Сегодня мы расскажем о марше справедливости Пригожина. С материалами нам помог проект «Минута в минуту» при участии проекта «Верстка». Мы уже сделали вместе с ними несколько роликов, последний был про теракт в Буденовске. Как и мы на Ютубе, они тоже вынуждены соблюдать на своих площадках множество ограничений на контент. Но у проекта есть закрытый телеграм-канал, где они выкладывают свои проекты без цензуры. Подписаться на него можно через Бусти или Патреон. Ссылки будут в описании. Ну и хороший и важный проект поддержите, так что подписывайтесь там. А мы начинаем. До начала вторжения в Украину Пригожин отличался от прочих приближенных к власти бизнесменов, разве что повышенной гротескностью. Криминальная юность с отсидкой за кражу и разбой. Повар Путина, лично обслуживавший президента и его гостей на кремлевских приемах. Создатель фабрики троллей и сети пропагандистских сайтов. Владелец компании, выпускающей несъедобные обеды для школьников. Ну, в общем-то, вот и все, что знала о Пригожине широкая общественность. Частная военная компания «Вагнер», созданная им как прокси-сила для российского военного вмешательства на Донбассе в 2014 году, а потом в Сирии и Африке, оказалась просто силовым дополнением к бизнес-активам. Но после 24 февраля война стала основным содержанием путинского режима, а ЧВК «Вагнер» из силового придатка стала основой империи Пригожина. Теперь это независимая, хорошо экипированная армия. В марте вагнеровцы вступают в бой за Попасную в Луганской области. 8 мая оккупируют этот город. Взятие Попасной открывает дорогу для продвижения на Лисичанск, Солидар и Бахмут. На фоне постоянных провалов регулярной армии акции «Вагнера» стремительно идут вверх. Пригожин теперь не очередной бизнесмен, паразитирующий на государственных подрядах, а самородок-полководец санкции Путина, вставший выше закона и обычной морали. Он вербует убийц и насильников в российских колониях. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плед. Он культивирует немыслимо жестокие наказания. Убийства кувалдой практиковались вагнеровцами еще в Сирии. Но теперь их не скрывают. Ими теперь даже хвастаются. С кувалдой, с помощью которой был казнен бывший заключенный Евгений Нужин, наперебой фотографируются российские политики. Баннеры, призывающие вступать в ЧВК «Вагнер», висят по всей России. Вагнера становятся героями федеральных каналов. Зет-поэты посвящают им стихи, о них поют песни. Для провоенной аудитории Пригожин становится дядей Женей – народным героем, надеждой и опорой российских солдат. Для антивоенной – главным мясником. Вот это бибер, вот это долик. Поэтому как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии. К себе самому, видимо, он кажется начинающим Наполеоном. И Бахмут должен стать его тулоном, его первым шагом на пути к военной, а возможно и политической славе. Но взять этот небольшой украинский город никак не получается. Бахмутская мясорубка длится уже много месяцев. От города практически ничего не осталось. Каждый квадратный метр руин буквально усеянь телами российских солдат. На фронте снарядный голод. А в ноябре-декабре снарядную пайку урезают и вагнеровцам, которых до сих пор снабжали по высшему разряду. Взятие Бахмута явно откладывается. И Пригожин приходит в бешенство. В интернете появляется скандальное видео, которое знаменует переход конфликта между Пригожиным и высшим военным командованием в открытую фазу. Начальнику генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Бойцы ЧВК Вагнер публично кроют матом начальника генштаба Валерия Герасимова. Назвать тебя, блядь, больше нечем. Кроме одного слова, это пидор. Когда пацаны гибнут, где вы все? Путин реагирует на критику Герасимова. Он назначает его командующим объединенной группировкой войск в Украине. Предыдущий командующий, Сергей Суровикин, по прозвищу генерал Армагеддон. Его с Пригожиным связывает хорошее отношение со времен войны в Сирии. Так вот он понижен до заместителя Герасимова. После этого конфликт Вагнера и Минобороны стремительно разгорается. Пригожина отстраняют от вербовки заключенных. Он в ответ грозится вывести свои силы из Бахмута. К маю страсти накаляются настолько, что крыть матом министра и начальника Генштаба начинает уже сам владелец ЧВК. Пресс-служба Пригожина выпускает видео, где он сам, стоя на фоне трупов вагнеровцев, орет, обращаясь к Шойгу и Герасимову. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где б***ь боеприпасы? Поскольку происходит это накануне Дня Победы, главного праздника российской власти, оплеуха российскому генералитету получается особенно мощной. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. Пригожин доходит до того, что называет некоего счастливого дедушку законченным мудаком и грозит отыметь его в задницу. За удержание снаряда, да, надо будет их сначала в задницу отыметь, а после этого в тюрьму посадить. Фраза звучит крайне двусмысленно. Хотя Пригожин, видимо, имеет в виду Герасимова, называть дедом в Рунете принято совсем другого человека, президента России Владимира Путина. ЧВК Вагнер, наконец, берут Бахмут. Вернее, то, что от него осталось. О победе, за которую заплачен очень дорогой ценой, трубят все российские телеканалы. Здравствуйте, дорогие товарищи. Ну что, Бахмут наконец-то пал, Артемовска освобожден. Штурмовики Вагнера вытрузили флаг России на самой высокой точке города. Последний гардензон в СССР позорно бежал. Кто не бежал, уничтожен. Пригожин не упускает возможности. Очередной раз пнуть российских военачальников. Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение, которые решили, что их капризы на войне будут выполняться, но из-за их капризов погибло в пять раз больше парней, чем должно было погибнуть. Пригожин затевает двухдневное турне по стране, устраивая пресс-конференции в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске. Всюду он говорит одно и то же. Война будет долгой, нужно объявлять всеобщую мобилизацию, возвращать смертную казнь и вводить плановую экономику. Это похоже на подготовку к политической карьере, хотя сам Пригожин говорит, что в политику не стремится. Давай, ты кто? Я подполковник Венивитин Роман Геннадьевич, командир 72-й бригады. Дальше? Что ты сделал? Отстрелял машину, чувакова. Происходит событие, едва ли имеющее аналог в отечественной военной истории. Вагнера захватывают в плен одного из ключевых российских военачальников на бахмутском направлении, командира соседней 72-й бригады Романа Венивитина. Впоследствии он расскажет, что одна из машин Вагнера не уступила ему дорогу, поэтому он приказал разоружить экипаж. И вот. Как твои действия можно охарактеризовать? Характеризовать. Захват Венивитина становится последней каплей для министра обороны Шойгу. Он издает приказ, обязывающий все добровольческие отряды заключить контракты с его министерством. Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Это означает, что подчиненные Пригожина должны будут стать подчиненными Шойгу. У Пригожина отбирают его личную армию. Пригожин отвечает категорическим отказом. Он записывает голосовое сообщение, в котором ссылается на то, что приказы министра обороны распространяются только на военнослужащих, а не на частные военные компании. Пригожин говорит, что подчиняться ему не собирается и подчиняется только верховному главнокомандующему. Безусловно, Чевакова Гнер абсолютно полностью подчиняется интересам Российской Федерации и верховному главнокомандующему. После полугода немыслимых скандалов, сотрясающих фронт, Путин наконец публично делает выбор между Пригожиным и Шойгу. Делает его в пользу Шойгу. На встрече с так называемыми военкорами Путин поддерживает подписанный министром указ, объясняя это заботой о бойцах. Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что если нет контракта с государством, если нет контракта с министерством обороны, не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать и сделать как можно быстрее. Конфликт входит в финальную стадию. С этого момента события развиваются стремительно. Тут сейчас прервемся на объявление одно о рекламе на нашем канале. Посмотрите, пожалуйста, и продолжим. В этой интеграции я буду рекламировать рекламу на моем канале. Реклама у меня работает. Эффективность на вложенный доллар гораздо выше, чем в стандартную рекламу через Google или другие классические форматы, или даже у других блогеров. Почему? Во-первых, дело в аудитории. Смотрят меня активные люди либеральных взглядов из самых разных стран. Они интересуются улучшением мира вокруг себя и саморазвитием. Многие из них люди состоятельные. Аудитория взрослая, больше всего людей в возрастной категории 25-34. Моложе всего 16,5% зрителей. Во-вторых, ролики выходят каждый день. Слотов пока что много, поэтому мы можем удерживать менее высокие цены, чем у других. Одна интеграция стоит 7000 долларов, что немного для такого количества просмотров. И с этого мы еще часто делаем скидки постоянным клиентам, иногда проектам, которые нам особенно нравятся, или тем, кто готов встать в любой свободной роли. К рекламе мы относимся ответственно. Я не рекламирую сомнительные проекты, но с радостью прорекламирую честные компании, особенно технологические. Но не только. За последние месяцы мы проработали с такими проектами, как Парк Девелопмент, Интермигра, Гну ВПН, Ковентри Стрит Адвайзерс и Импровада. Мы ценим каждого рекламодателя и к каждому проекту предлагаем индивидуальный подход. А если вы ищете работников в вашу компанию, можете разместить у меня HR-рекламу. Совсем недавно я делал интеграцию, объявил о поиске сотрудников в новое рекламное агентство. Рассчитывали, что откликнется, ну, человек 100, а пришло 896 заявок за два дня, из которых не менее 100 люди с большим опытом в продаже. Вот такие у меня конверсии. По факту прям новое рекламное агентство создалось с одного объявления. Еще, конечно, хорошо размещаются иммиграционные юристы. Причем практически из любой страны, хоть и Британии, хоть и Австралии. Несколько сообщали, что после интеграции у меня их график забит на полгода вперед, и всю прочую рекламу они остановили, так как клиентов некому обрабатывать. Если вы рекламодатель из России, для вас особое предложение. Первую вашу рекламу я размещу за 1 рубль. Официально рекламодателям из России нельзя рекламироваться у иностранных агентов. Но и санкции там лишь штраф, который существенно меньше цены рекламы. Так что приходите, попробуйте. В течение недели после этого объявления у нас 30% скидка всем, кто придет с этой рекламой и скажет, что он с нее. Назовите промокод «ДОЗАВТРА». Ссылка на почту в описании. Пресс-служба Евгения Пригожина публикует его обращение, которое названо первой частью большого интервью. Вторая так никогда и не будет опубликована. Сначала глава Вагнера долго рассуждает о распиле Донбасса, о коррупции в администрации и силовых структурах ЛДНР. Донбасс весь распиливался. Донбасс разворовывался различными людьми. Часть из них были из администрации президента, часть из ФСБ, часть привлеченные олигархи. Дальше Пригожин садится на своего любимого конька, обрушивает гнев на Министерство обороны и особенно на Сергея Шойгу. В середине марта нас позвали на войну. Шойгу спрятался. Его было не видно. Это был трясущийся деток, который думал о том, как бы ему выйти из этой ситуации. И в этот момент, и вот это было вышло, не для самого хорошего истории, а человек его судить и наказать за то, что он уничтожил уже в то время десятки тысяч жизней пацанов. Окончательно войдя в раж, он кусает хозяйскую руку, нападает на своего давнего покровителя, Путина. Все рассчитывали на чудо. На тактическое ядерное оружие, на ядреную бомбу, которую вот-вот бросят на Варшаву. Но яиц не хватает. Слабоваты дедушки. Не могут они выйти из зоны комфорта. Вся война, по его мнению, была затеяна ради самопиара. В подконтрольном пригоженном телеграм-канале разгрузка Вагнера появляется видео о последствии бомбежки лагеря ЧВК. Утверждается, что удар был нанесен столовой страны, то есть военными Минобороны России. В кои-то веки так называемые российские военкоры и оппозиционные военные эксперты сходятся во мнении. Видеофейк. Нет ни воронки, ни фрагментов снарядов, ничего из того, что обычно остается в местах попадания снарядов. Зато есть оторванная рука. По цвету запекшейся крови можно уверенно утверждать, что человек погиб не в течение нескольких часов перед съемкой, а случилось это значительно раньше, сделает вывод от дел разбора здания Медузы. Пригожин это, впрочем, никак не смущает. Он клянется, что мрази, подразумевая Шойгу и Герасимова, ответят за все. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами. Решение Пригожин принимает быстро. Через 15 минут появляется его новое голосовое сообщение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть установлено. Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово «справедливость», и мы вернем ее. Пригожин обещает уничтожить всех, кто окажет сопротивление. Сопротивление чему именно, он не уточняет. Минобороны России отрицает причастность к атаке на лагерь Вагнера. Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения, видеокадровые якобы нанесения МОРФ удара по тыловым лагерям ЧВК Вагнер не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Вероятно, мы наблюдаем редчайшие явления в истории Минобороны, когда их заявление чистая правда, но всем уже пофиг. В очередном аудиосообщении Пригожин конкретизирует свои угрозы и по сути объявляет о начале военного мятежа. Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием. Луганская область, Украина. Колонна бойцов ЧВК Вагнер численностью примерно 10 тысяч человек выезжает из столовых лагерей и направляется в сторону Ростова-на-Дону. В Ростове-на-Дону полиция объявляет план «Крепость». Приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. За все время захвата Ростова Вагнером пресс-служба Ростовского МВД так и не даст СМИ ни одного комментария о происходящем. Не даст и позже, вплоть до сегодняшнего дня. Федеральные СМИ тоже хранят молчание. По телевизору идут обычные вечерние развлекательные программы. Сериал «Великая» на Первом канале сменяет документальный фильм «Прыжок из космоса». Полностью затихли и так называемые военкоры, до сих пор реагировавшие на каждый чих пригожина. Маргарита Симоньян плавает на корабле по Волге без интернета. Очевидно, власть не понимает, что происходит и как на это отвечать. ФСБ наносит ответный удар, заводит на Пригожина уголовное дело за подстрекательство к мятежу и призывает вагнеровцев не выполнять его приказы. Призываем бойцов ЧВК «Вагнер» не совершать непоправимых ошибок, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные предательские приказы Пригожина принять меры к его задержанию. Луганская область. Колонна «Вагнер» беспрепятственно минует КПП Новошахтинск и въезжает в Ростовскую область. БСЧВК вспоминает, «Команда была открыть огонь просто предупредительно, поворотом, чтобы понимали намерение, но мы и этого не сделали, потому что там была большая очередь из гражданских машин, поэтому проехали без шума. Никого не трогали и нас никто не трогал». Наконец, федеральные СМИ реагируют. Программа «Международное обозрение» на канале «Россия-24» прерывается срочным сообщением, смысл которого примерно следующий. Пригожин все врет, но Путин в курсе и предпринимает меры. «Сейчас сообщения от Министерства обороны России. Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МОРФ-удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагдар» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. Еще заявление от НАК «Требуем немедленно прекратить противоправные действия». Что это за действия, опять же, не упоминается. Остальные провластные федеральные СМИ продолжают помалкивать. В центре Ростова-на-Дону у цирка торгового центра «Астор» и штаба Южного военного округа занимают позиции бронетехника. На улицах усиленные патрули полиции. Вслед за Ростовом план «Крепость» объявляется в Воронеже. Правоохранителям приказывают срочно явиться на рабочие места. Минобороны Украины публикуют лаконичный твит. Мы наблюдаем. Сайт Кремля, а также все российские новостные агентства и государственные СМИ публикуют обращение Путина ко Дню молодежи. Еще раз поздравляю с праздником. Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей и успех обязательно будет. У колонных хорошо вооруженных наемников, которые в этот момент движутся в сторону Ростова-на-Дону на официальных новостных лентах ни слова. Замкомандующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, пониженный в должности из-за близкой дружбы с Пригожиным, записывает обращение к бойцам и командирам против Вакова-на-Дону. Оставить колонны, вернуть их в пункты по стендислокации и району срадочения. Решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации. Жители Москвы с удивлением наблюдают военную технику на центральных улицах города. Добрый вечер и в Москве. Передача Первого канала о парфюмерных трендах сезона прерывает экстренный выпуск новостей. Зачитать заявление ФСБ о том, что Пригожин поднял вооруженный мятеж поручают Екатерине Андреевой, которая уже четверть века ведет программу «Время». Андреева не сообщает ничего нового, почти слово в слово повторяя озвученное двумя часами ранее на «России-24». Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Евгения Пригожина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отметил, что принимаются необходимые меры. В очередном аудиосообщении Пригожин уверяет, что против колонны Вагнера выставили солдат-срочников, практически детей, но убивать их он не будет. Он поставил против нас пацанов 18-летних. Они нам в дети всем и внуки годятся. Поэтому эти парни будут жить и вернуться к своим матерям. Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-то встанет на пути, мы уничтожим все, что будет вставать на пути. колонны встанет на пути. Колонны Вагнера двигаются по трассе М4 Дон, но не на север к Москве, а на юг в сторону Ростова-на-Дону. Пригожин утверждает, что глава генерального штаба Герасимов приказал поднять самолеты и открыть огонь по колоннам Вагнера, но летчики приказ выполнять отказываются. Я хочу сказать спасибо пилотам, которые только что, как стало известно, отказались выполнять преступные команды. На региональном портале 161 появляются кадры перестрелки между вагнеровцами и вертолетом МОРФ в поселке Рассвет под Ростовом-на-Дону. По словам очевидцев, вертолет дал предупредительную очередь, двоих бойцов легко ранен. Колонны ЧВК Вагнер входят в Ростов. Горожане снимают на телефоны, как танки объезжают по тротуару баррикады из автобусов, стоящие здесь же ОМОНовцы, хоть и вооружены до зубов, предпочитают не вмешиваться. Эпоху заграждения. Бойцы ЧВК Вагнер выгружаются около Дома офицеров. Их действия попадают в очередной кружок впечатлительного ростовчанина. Это пиздец. Они что-то захватывают. Ебать! Я по съебам, нахуй, я закрывать, блядь. По федеральной автомобильной дороге М4 Дон, ведущей на Воронеж и далее на Москву, движется колонна военной техники. Это еще одна группировка вагнеровцев. Перешедшая границу аннексированной Луганской области и России севернее Ростова-на-Дону. На КПП Волошина. Бойцы ЧВК Вагнер высаживаются около управления ФСБ в Ростове-на-Дону. Не встречая сопротивления, они берут под контроль штаб Южного военного округа, отдел полиции на Буденновском проспекте, глав КМВД, ФСБ и городскую администрацию. Вагнер рассказывал потом изданию Верстка. Была, говорит, команда зайти вдвоем и взять отдел полиции. Ну, мы, говорит, заходим. А они нам. Вот тут у нас ключи от сейфа с оружием, а вон там и сейф сам стоит. Я, говорит, поразился, говорю, у вас тут сидит 10-15 человек, вы что, не можете с двумя справиться, что ли? А они такие, а мы вам не препятствуем. Павловск, Воронежская область. Группировка Вагнер, идущая по трассе на Москву, сбивает военный вертолет Ми-35. В очередном аудиосообщении Пригожин заявляет, что готов на самые решительные меры. В подразделениях ЧВК Вагнер все целы. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю. Мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели, мы готовы все умереть. Все 25 тысяч, а после этого еще 25 тысяч. Достоверно неизвестно, действительно ли Ми-35 атаковал колонну или оказался в районе случай. Москва. Вход на Красную площадь почему-то перекрыт. Ростов-на-Дону. Во дворе захваченного штаба Южного военного округа сидят на лавочке Пригожин, замминистра обороны Юнезбек Евкуров и первый замначальника генштаба Владимир Алексеев. Они мирно и спокойно беседны. Мы хотим получить начальник генштаба и шайку. Пока их не будет, пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Танк ЧВК «Вагнер» занимает позицию в воротах ростовского государственного цирка, едва не застряв между колоннами. В соцсетях эти кадры называют символом мятежа. Танк застрял в воротах цирка. Хотя он не застрял, он там специально встал. Впервые в истории в Москве, Московской области, а также Воронежской области вводится режим контртеррористической операции. Он позволяет силовикам заходить в любые помещения, останавливать кого угодно для проверки, экспроприировать транспортные средства и временно выселять граждан из их жилищ. В Ростовской области органы власти, которые уже захвачены «Вагнером», объявлять этот режим уже сочли нецелесообразным. Минобороны России обращаются к бойцам ЧВК «Вагнер». Вас обманом, говорят, втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов. Александр Лукашенко позже расскажет, что в это время к нему стала поступать тревожная информация и Путин будто бы стал настойчиво предлагать созвониться. Москва. Руководство изобретает оригинальный способ успокоить москвичей. Сергей Собянин опубликовал обращение, в котором авансом поблагодарил москвичей за спокойствие. В Москве, говорит, введен режим контртеррористической операции. Не беспокойтесь, граждане. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойствие, спокойное отношение к происходящему. Владимир Соловьев записывает видеообращение прямо из машины, чуть ли не впервые появившись перед зрителями без телевизионного грима. Пропагандист номер один обращается к вагнеровцам, как к русским людям, требуя марша на Львов и Киев вместо марша на Москву. Репортер канала «Россия-1» Павел Зарубин работает в Кремле. Операторы готовятся записывать срочное обращение президента. Через несколько минут входит президент, здоровается со всеми так, как делает это всегда. Война войной, а обед по расписанию. Вооруженные бойцы ЧВК «Вагнер» заказывают еду во вкусно и точка в Ростовском центральном универмаге. Позже руководство сети примет решение временно закрыть ресторан. Пожилой отставной военный отчитывает вагнеровцев в масках. Ему не нравится беспорядок на улицах. Вагнеровцы вежливо просят не кричать и не поднимать панику. Я такого хамства терпеть не буду. Телеканалы начинают трансляцию обращения Путина. Он впервые произносит слово «предательство», не называя при этом имени самого Пригожина. Как известно, он не называет своих врагов по именам. Кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. В течение часа после выступления Путина главы новых территорий выпускают однотипные обращения в поддержку президента. К ним присоединяется генсек «Единой России» Андрей Турчак, год назад опрометчиво пообещавший, что в Херсоне и Купинске Россия навсегда. По всей стране снимают баннеры с призывом вступать в Чивака-Вагнер. Колонна Чивака-Вагнер достигает Воронежской области. Местные жители побаиваются вооруженных мятежников, но любопытство сильнее страха. Они нас не застрелят, блядь. Сотрудник МВД Воронежа говорит о здании Верстка. Я помню, с самого начала осознавал, это не по нашу душу едут. Что в Воронеже ничего не будет. А вот как их будут останавливать в Москве, это был самый интересный для нас всех вопрос. А тут-то мы ставочки делали, видимо. Это уже добавляю я. Лукашенко, если верить тому, что он рассказывал позже, дозванивается до Пригожина. Пригожин сразу же ответил и даже очень обрадовался. Разговор эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Кантемировка, Воронежская область. ЧВК «Вагнер» сбивает самолет «Командный пункт» Ил-22М с 10 людьми на борту. Все они погибают. Неясно, участвовал ли самолет в координации действий авиации, отправленный в атаку на ЧВК, или оказался в районе случайно. А он еще. А, это от него пуски. Шесть. Позже Пригожин заявит в штабе Южного военного округа, что это просто ПВОшник-дурак и пообещает выплатить семьям погибших по 50 миллионов рублей. У подмосковного Серпухова грузовиками и коммунальных служб полностью перекрыта федеральная трасса. Все машины разворачивают обратно. У жителей Ростова-на-Дону потихоньку пропадает страх перед вооруженными до зубов вагнерами. Теперь многие горожане, особенно женщины, им симпатизируют. Общаются, пытаются подкормить. Рамзан Кадыров, отношения которого с Пригожиным в последнее время сильно испортились, предлагает помощь своей личной гвардии спецназа «Ахмат» для подавления мятежа. Пригожин отвечает на обращение Путина категорическим отказом сложить оружие. И никто не собирается по требованию президента ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, в обмане и в бюрократии. Ракета взрывается на окраине Воронежа на парковке рядом с монгоэтажками в жилищном комплексе «Озерки». Никто не погибает, но взрывом повреждено 11 машин. Чья это ракета неизвестна. Санкт-Петербург. Во дворе отеля Трезини у офиса Пригожина силовики обнаруживают газель, набитую коробками с деньгами. Там 4 миллиарда рублей наличными. Воронеж. Колонну ЧВК Вагнер, которая в этот момент огибает город по объездной дороге, атакует вертолет К-52. Вагнер выпускает по машине ракету, но промахивается. Ракета попадает в нефтебазу. Раздается мощный взрыв. Миздец, мама, мамочки! Колонна Вагнера, идущая на Москву, обходит Воронеж с востока. Из одной из машин гремит хит Акима Апачева про летоарбалеты. Колонна спецназа Ахмат въезжает из ДНР в Ростовскую область с криками «Аллаху Акбар!» Ростов-на-Дону. Вагнеровцы охотно общаются с горожанами, особенно с девушками. «Мужики, как вы решились?» спрашивает одна из них. «Командир сказал надо, значит надо!» «Но ведь другой-то командир сказал, что вы преступники!» «А у нас один командир!» В руках вагнеровца флаг ЧВК и имперский флаг. «Мы русские, с нами бог!» Колонна спецназа Ахмат тем временем останавливается в 80 километрах от Ростова. Бойцы снимают видео под бравые чеченские песни. Воронежская область поселок Коминтерн. Вагнеровцы сбивают еще один вертолет Ка-52. Осколками от ударной волны выбивают стекла во многих близлежащих домах. Все находящиеся на борту гибнут. Командиры экипажа подполковника Алексея Ворожцова родственники смогут опознать лишь по руке. В этот день Ворожцов должен был приехать на выпускной своего сына Артема. Колонна Ахмата вновь начинает движение. Рассосалась пробка. Москва. Самолет Путина Ил-96 вылетает в сторону Санкт-Петербурга. На этом борту всегда установлено оборудование для управления вооруженными силами. По всей Москве на улицах военная техника. На южных окраинах города блокпосты, мешки с песком и небольшие группы росгвардейцев с автоматами и гранатометами. На Варшавском шоссе поставили даже полевую кухню. Из трубы идет дым. К подавлению мятежа все готово. Воздух поднимается еще один президентский борт Ту-214, также предназначенный для управления войсками. И этот самолет направляется в Санкт-Петербург, но над Гатчиной отключает транспондеры и пропадает с радаров. Колонны ЧВК Вагнер численностью по разным данным от 150 до 400 единиц техники замечены в районе города Елец. Это всего 340 километров от Москвы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицает, что президент вылетел в Санкт-Петербург. Тем временем президентский Ил пропадает с радаров неподалеку от Твери, где находится одна из резиденций Путина. Ростов-на-Дону. Девушка фотографируется в выпускном платье на фоне танка Т-90 ЧВК Вагнер, занявшего позицию в воротах цирка. Спустя год после мятежа фотография все еще висит на сайте магазина платьев, для которого проходила фотосессия. Ростовская область. Колонна Ахмата едет подавлять мятеж целый день и наконец-то добирается до города Аксай в 7 километрах от Ростова. Дальше они так не двинутся. В Липецкой области местные коммунальщики в ожидании колонны Вагнера выкопали экскаваторами на трассе большую яму. Фраг не пройдет. Яма ведь. Местные жители тоже не могут попасть домой. Несмотря на обращение Путина, который все происходящее объявил военным мятежом и предательством, ростовчане весело выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с танком, стоящим перед штабом Южного военного округа. Пожилые и молодые мужчины, девушки с помощью вагнеровцев залезают на броню. Молодой вагнеровец признается, в жизни столько не фотографировался, сколько сегодня. В подмосковной Колумне, которая находится в 110 километрах к юго-востоку от Москвы автомобильное движение на мосту через Аку перекрыто Камазами. Забираем ключи у водителей и сами посъебатор. Но баррикады из Камазов явно не очень работают. В Воронежской области колонна Вагнера просто раскидывает поставленные в перекрытие грузовики. Сергей Собянин дарит москвичам подарок, объявляет понедельник 26 июня нерабочим днем. Потому что в Москве складывается по его словам сложная ситуация. Вооруженный мятеж в тылу врага комментирует президент Украины Владимир Зеленский. Впервые за долгое время он обращается к россиянам на русском языке. И третий скажу по-русски. Человек из Кремля очевидно очень боится и наверное прячется где-то не показывается. Уверен что уже не в Москве. Звонит куда-то выпрашивает там что-то. Он знает чего боится потому что он сам создал эту угрозу. Все зло все потери вся ненависть он это сам распространяет и чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами тем больше потеряете вы вы все кто связан с Россией. Сергей Миронов которого тоже угораздило фотографироваться с Ковалдой и поддерживать Пригожина быстро переобувается в твиттере. Мы обращаемся к рядовым бойцам ЧВК Вагнер. Отдумайтесь не выполняйте приказы тех кто считает возможным нанести удар в спину нашей стране нашему президенту нашей родине. Миронов опоздал с выступлением. До Москвы Вагнеров самостал сетит всего лишь 200 километров но они останавливаются. Мятеж Пригожина внезапно заканчивается И первое известие об этом поступает как ни странно от пресс-службы Лукашенко. Он хвастается что лично остановил мятеж. Новость об остановке военного мятежа звучит Соловьев Live. Ведущий Сергей Мардан предлагает поставить Лукашенко памятник или хотя бы выпить за его здоровье. По моему разумению Александр Григорьевич заслужил прижизненный памятник на самом лучшем месте в городе Москве. Твиттер произвел мем начинается праздник картофельный спас. В телеграм-канале Пригожина появляется новое голосовое сообщение. Глава Вагнера сообщает о прекращении мятежа якобы во избежание большого кровопролития. понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон. Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану. Колонны вагнеровцев, находящиеся на разных участках трассы М4, разворачиваются обратно. Во всю стену нового стадиона Ростов-Арена, построенного к чемпионату мира по футболу, пускают бегущую строку. Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом. Верим в русский народ и нашего президента. В Липецкой области закапывают яму, которая должна была остановить мятежников. Владимир Соловьев выходит в прямой эфир на своем канале. Зрители Соловьев Лайф наконец узнают, что во время мятежа произошли бои между Вагнером и российской армией и погибло несколько воздушных экипажей. Не все прошло гладко. Погибли экипажи вертолетов и самолетов. Это трагедия. Министерство обороны размещает в своем телеграм-канале картинку с надписью «Сплоченность и единство». Но триумф министерства разделяют не все подписчики. Сердечек и матерящихся смайликов примерно поровну. Московская мэрия решила не отменять нерабочий день в понедельник 26 июня. Москвичи не дождались Пригожина, зато получили неожиданный выходной. Ростов. В сети появляются кадры, ставшие потом знаменитыми. Танк ЧВК Вагнера выезжает из ворот цирка. Жители аплодируют. спустя два часа после публикации сообщения Пригожина об остановке Марта Справедливости и возвращения в полевые лагеря этот пост набирает 134 тысячи реакций клоуна. Москва. пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявляет, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено. А чего делов-то? А его безопасность гарантирует лично президент России Владимир Путин. Оторопевшие гости Владимира Соловьева пытаются выжать из себя хоть что-то связное. Вот как-то так. Понятно. Ну, хоть кому-то. Я так ничего особо не понял. Не, ну, не, 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 Ростов. Машины ЧВК Вагнер уезжают в направлении Дона. Уезжает и сам Пригожин. Ростовчане называют его дядей Женей и рвутся пожать ему руку. Вид у Пригожина усталость не сходительной, как у полководца, только что выигравшего очередную битву. Ростов провожает ЧВК Вагнер. На прощание музыканты, как их некоторые называют, делают несколько залпов в воздух. Пригожин подводит итог первому военному мятежу в истории современной России. Почему Пригожин остановил свои отряды на самых подступах к Москве, которые защищали баррикадами эскамазов, мешками с песком и полевой кухней, до сих пор не ясно. Версии есть разные. Британская The Daily Telegraph писала, что ФСБ будто бы угрожала семьям руководителей Вагнера. Рамзан Кадыров заявил, что Пригожину не дали земельный участок в Питере. Он обиделся и взбунтовался, а потом, видимо, как-то договорился и бунтовать перестал. Самое распространенное мнение, Пригожин и не собирался брать власть. Поняв, что он проиграл в подковерной борьбе и его вот-вот отменят, он решил пойти с козырей и выторговать для себя наилучшие условия выхода из стрёмной ситуации. Хотя нельзя также исключать, что он вообразил себя народным вождём, новым Цезарем и Наполеоном, но затем сам себя испугался и предпочёл договориться мирно, пока не поздно. И действительно, всё для Пригожина вроде бы закончилось относительно благополучно. Уголовные дела отменили, во сбитых Вагнером самолётах и вертолётах о погибших лётчиках власти как будто забыли, мятеж рассосался, развеялся в воздухе как будто бы его и не было вообще. Через пять Путин даже лично встретился с Пригожиным, обсудил произошедшее и все вроде как остались довольны. В армии произошли перестановки и чистки. Бывший любимец власти и провоенной публики генерал Суровикин куда-то вропал, его долго не могли найти. Насколько можно было понять, его арестовали. Но Пригожин, похоже, действительно получил гарантии неприкосновенности. Он сворачивает деятельность в России и вместе со всем Вагнером переезжает сначала в Беларусь, а потом в Африку. Как он намекает, не навсегда. Дальше готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь в Африку. И, возможно, вернемся на ИСВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт. Когда-нибудь он все-таки вернется и поможет отчизне. Такой пародийный король Артур, до поры до времени спящий в своем волшебном Авалоне. В Африке, в Ливии, Малии и Центральноафриканской республике у Пригожина налаженный бизнес. Он оказывает силовую поддержку военным пунктам и пророссийским лидерам в обмен на концессии по добыче полезных ископаемых. Именно в Африке Пригожин и записывает свое последнее видео. Жить ему остается два дня. Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года. Нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. Самолет Пригожина Embraer Legacy 600, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург, внезапно теряет высоту и разбивается в районе села Куженкино Тверской области. На борту самолета было 10 человек, три члена экипажа и семь пассажиров, в числе которых Евгений Пригожин и командир ЧВК националист Дмитрий Уткин. Все они погибают. Во время заседания Валдайского клуба Владимир Путин сообщает журналистам, что в ходе расследования авиакатастрофы в телах были обнаружены фрагменты ручных гранат, а Пригожин и Уткин возможно находились под воздействием наркотиков. Президент прозрачно намекает, что верхушка ЧВК взорвала себя сама. Я хочу сразу сказать, я задал вопрос представителям Средственного комитета, можно ли об этом сказать публично. Он говорит, да, можно, но это установленный факт. После начала войны с Украиной очень многие ждали раскола российских элит и в результате насильственного смещения власти. И через год вроде как наконец дождались. Жесткая власть оказалась на проверку беспомощной, не способной противостоять реальной а не выдуманной угрозе. Два дня мир наблюдал за тем, как властная вертикаль распадается на части, генерируя решительные указы и какие-то оборонительные ямы на дорогах. Как целые города сдаются без боя, а их жители на выборах чуть ли не единогласно голосующие за Путина рукоплещут человеку, которого лидер нации вроде как назвал предателем. На месте власти обнаружилась пустота, которую вот-вот заполнит страшный уголовник с кувалдой в руках. И что там будет дальше, фиг знает, но как минимум не будет как раньше. Поэтому в общем-то все не против. Тем удивительнее было обнаружить, что этот свирепый бунтовщик такой же фейк, как и суровый решительный диктатор. Кувалда такой же фейк, как и бронированная Росгвардия, как и общенародная поддержка Путина. Единственный результат этого уникального мятежа, мятежа которого не было, то, что фейковость российской реальности стала еще более явной. Российская верхушка считает, что способна формировать реальность, толкая свои нарративы через СМИ или через что-то еще. Ну и сегодня Пригожин будет героем нации, завтра предателем, послезавтра скажем, что его вообще никогда не было, вам померещилось. Может люди ненадолго и удивятся, но быстро привыкнут, все будет как скажем. Но вообще-то это не совсем так работает. Даже после объявления Пригожина предателем жители Ростова радостно фоткаются с Вагнером. По этим фоткам можно увидеть, насколько иллюзорна устойчивость этой системы. Граждан России научили, что они зрители, а не участники политического процесса. В результате никто не собирается ложиться под танки, чтобы защитить любимого президента. Людям пофигу, сохранит ли Путин власть или окажется на фонаре повешенным. Всем просто интересно, дойдет Пригожин до Кремля или не дойдет. А если да, то что из этого выйдет? Причем интересно, всем и гражданам, и правоохранительным органам, и армии устойчивость этого режима сильно переоценена. Но в тот раз он удержался. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok